Меня эти условия не устраивают, потому что в данном вопросе я буду целиком подчинен Николаю. А так как мы владеем обществом 50 на 50, то подчиниться значит утратить часть своего влияния на компанию. Я предлагаю сделать мое предложение следующее. Обязанности компании делятся. На мне оперативная деятельность, на Николае финансовый контроль. И мы нанимаем третью сторону исполнительного директора, который будет руководить бизнесом независимо от нас двоих. Соответственно, таким образом ничьи интересы не будут ущемлены. Нанимаем местного директора, а каждый из нас занимается своей областью деятельности. Ну, пожалуйста. А при этом зарплату из каких источников ему платить? Зарплату будем платить ему как раз из тех же источников, откуда платим зарплату всему персоналу. То есть каждый получает именно заработную плату. И после получения зарплаты мы уже смотрим на старшуюся прибыль. А вот деликатный вопрос за точностью. Можно сейчас перебью, да, стороны. Сейчас есть предложение. На сегодняшний день оно сформировано из позиций двух сторон, да. Каждая из сторон высказала сейчас свою точку зрения. И на самом деле, может быть, мы обратим внимание, что для вас, Николай, является важным финансовая составляющая. Вы неоднократно подчеркивали, да, что вам важен контроль расходов, да, бухгалтерия, отчисления, порядок, налоговая задолженность. То есть это та финансовая составляющая, в которой вы разбираетесь, в которой вы компетентны, которую вы контролируете и где вы можете реализовать для компании наилучшие условия. Как нам сказал сейчас Сергей, он бы хотел заниматься оперативной деятельностью. Оперативная деятельность – это продвижение, да, компании, работа с компанией, да. Сама непосредственная деятельность. Сама непосредственная деятельность, взаимоотношения с контрагентами и с другими там лицами, да, то, в чем разбирается. И как предложение было исполнительный директор. В чем выиграют стороны здесь, то есть каждый из сторон, да, здесь будет заниматься, ну, исходя из того, что вы сказали, да, каждый из сторон. То есть вы, Николай, в том числе, почему я на этом акцентирую внимание. Исполнительный директор будет независимым лицом. Как вы на это смотрите и считаете ли это разумным? Основной вопрос, который был вами задан, это из каких денежных средств оплачивать, да, работу. То есть... Еще один немаловажный вопрос. Вот этот минус 200, вот эту финансовую яму, я предлагаю ее покрыть 50 на 50. То есть я 100 тысяч вношу и Сергей 100 тысяч вносит. Ну и желательно это сделать поскорее, поскольку там пеня по налогам. Ну это было бы правильно, потому что, в общем-то, я тоже заинтересован в том, чтобы убрать эту яму. Да, вот если это приглашение принимается, то я не против профессионального директора, независимого директора, который приглашается со стороны, только просьба, чтобы мой голос тоже учитывался. Мы совместно определяем кандидатуру. То есть подведем итоги тогда сегодняшней нашей встречи, второй сессии. Вы с Сергеем Николаевым смогли договориться о том, что...